Александр Тверской. Авдеевка на грани гуманитарной катастрофы. Если не уже. Десятки тысяч людей остались без воды, тепла, газа. Возможна эвакуация. Российские боевики ведут огонь из жилых кварталов, прикрываясь мирным населением. С территории РФ тоннами нон-стоп поступают вооружения к боевикам. Украинские воины гибнут и получают ранения чуть ли не каждый час. Террористы мрут десятками. Огонь ведется из танков, крупнокалиберных и тяжелых орудий. Порошенко прервал свой визит в Германию и срочно вернулся в Киев. В зоне боевых действий очень холодно. Мороз минус 20. Дни короткие, постоянно темно. Грохот взрывающихся снарядов не прекращается ни на минуту. Война. Третий год Российская Федерация ведет войну с Украиной, нарушив ее территориальную целостность. Все молчат. И никого это не интересует. Я просмотрел сегодня страницы популярных блогеров, журналистов, политиков, иных публичных личностей из России. Естественно, оппозиционных взглядов. Тишина, свои дела, свои заботы. Будто и нет войны, которую развязала их страна. Будто ничего не происходит сейчас, в данную секунду, буквально под боком, в несколько часов езды, на поезде или часе лета на самолете. Каждый бежит по своим делам, иногда по инерции выкрикивая «Свободу политзаключенным» или «Так жить нельзя». Почувствовать ответственность, распространить информацию, хотя бы просто высказаться, ужаснуться, осудить, призвать. Все молчат. Мне этого не понять.